Всем привет! Сегодня у нас интервью с Полиной, которая живет в Аликанте. Сегодня она нам расскажет про свою жизнь в Аликанте, про работу и как вообще вам в целом... Оба Аликанте в Таргехе. Да, просто вы сначала жили в Аликанте, да, мы уже немножко поговорили, успела я узнать. Мы сначала жили в Аликанте и сейчас переехали в Таргеху. И вообще в целом, как вам в Истане? Давайте начнем с того, с какого вы города и как вы с тобой перебрались, когда вы. Я сама родилась в городе Хайкэ, сама Хари-Копчанка. Но более себе так получилось, что последние два года я работала в Киеве. В очень хорошем, скажем так, сети, хорошей сети салона TechStage. А я, скажем так, нашла потрясающую команду. Мне очень понравилась эта команда TechStage. И у нас была достаточно большая деятельность, особенно последний год. Но, к сожалению, в воле судьбы так получилось, что началась война. И 24-го числа пришлось просто в чем ты был в доме. Я, конечно, до конца не уверена, что будет такая ситуация. Хотя на работе я постоянно говорила девчонкам, что, может быть, это произойдет все-таки. Так вот, 24-го числа, так как я жила с мамой моей подруги, мы вместе... Она меня, в принципе, разбудила утром, сказала, что поле война. И, в принципе, мы не собирались, у нас не было дежурного, никакого чемоданчика. В принципе, то, что у нас было, мы вышли в метро. И 24-го числа мы жили в метро. Мы попытались 24-го числа выехать первый раз. У нас неудачная была попытка 24-го. Мы вернулись с вокзала. Была жуткая давка. И вернулись мы снова же в метро, потому что мы домой приходили. Это было самое безопасное место. Да, потому что ты не знал, что будет. Потому что для меня впервые это в моей жизни какого-то расходило. К чему я веду, что в плане... Мы не знали, как будет. Но мы приходили домой периодически. Покупаться, что-то приготовить. Но до последнего недели, что нужно собирать вещи. Но это когда у нас закрыли еще метро, мы три дня просидели. И приняли решение, что все это крайний раз, когда нужно пробовать. Мы 28-го числа с Альбиной уехали. Вызвали такси, потому что уже метро, из Дружбы народов не ходила до вокзала. И мы уехали на вокзал. Попали в первый попавшийся поезд, который шел на Венецию. Более всегда казалось, что в Венеции мои подруги там были друзья, нас приняли. С Венецией мы переночевали и уехали во Львов. Это все было в такой какой-то панике. Но, опять же таки, это и паническое состояние, и какое-то торможение. То есть до конца ты не понимаешь, что происходит и вообще, что будет дальше. Ну и, скажем так, за плюс-минус, за два дня мы попали на границу Польшей и оказались в Варшаве. Это, конечно, были сложные дни, эти двое суток. В Варшаву, мы оказались в Варшаве. Несколько дней приняли решение, что мама моей подруги улетела в Штаты к своей дочке. Но я уже улетела сюда, в Барселону. Почему именно Испания? Почему вы не решили остаться, как большинство людей, в Польше? Вот я осталась в Польше, мы пробыли 4 месяца, я прожила в Польше, после чего все-таки решила попробовать Испанию. Почему вы с самого начала решили? Я знакома с этой страной, с Испанией. Да, я знакома, потому что я здесь уже была. И эти места, где сейчас в данный момент есть, они для меня как родные. Есть знакомые, есть друзья, которые в принципе в ближайшее время, когда мы только первое время были, они нам помогли с квартирами и с многими вопросами. Поэтому я очень рада, что заранее до этого времени я была знакома с этой страной. И в принципе у меня была запланирована поездка тоже в этих числах, только по другому поводу. Но, к сожалению, получилось совершенно по-другому. Поэтому Испания для меня она родная, и я ее знаю в Атаде, на что моя дочь к Испании относится как к туристическому образу жизни, ну, Испанию, или в плане жизни, но вот категорически нет. Для меня она очень спокойная, сиеста, размеренная, маньяна, но опять же таки тут и работа, и сиеста, и любимое мое море, и конечно же солнце, которое я очень люблю, и которое дает мне силы. Девочки, с которыми я работала, все прекрасно знают, что на меня очень сильно влияет позитивная эмоция – это солнце, море. И когда ты приезжаешь после отдыха, даже нам все клиенты обращали на это внимание, что я после отдыха. Поэтому Испания – это единственная страна, которая сразу подумала, что нужно ехать сюда. Поэтому был выбор, что это моя страна, в которой я уже была. У меня не было никаких сомнений, куда ехать. С квартирой вам помогли знакомые, да? Первое время, да. У меня здесь была прописка. Вы жили у знакомых, а потом вы сейчас снимаете уже квартиру. Да, да. Это, конечно, сложный вопрос, но очень, опять же таки, помогла ситуация в том, что у меня здесь была прописка официальная, то есть так называемая подробная спальня. И с этой пропиской, в принципе, можно было найти достаточно хорошее жилье, более-менее с нормальными целями. Но единственное, что я живу сейчас вообще в другом месте, в Мельтарелихе, скажем так, немножко дальше, но опять же таки, это все рядом с Аликанте. Это где-то минут 15-20 минут, и эта разница не играет. Сначала вы жили в Аликанте, а потом... Да, в Аликанте, в Кампо-Агоре, в Теревье, вернее, на Ламате, в одном городке, в таком маленьком. Вот, и сейчас в Лермарине. Но работаю в Теревье. Я очень рада, что я вот так получила, что я нашла ребят, с которыми я... Но язык вы испанский знаете немного? Да, я знаю, скажем так, 50%, наверное, но общаться я уже могу. За работу, расскажите, пожалуйста, за свою работу, кем вы работаете. Я работаю уже очень много лет колористом. Колорист или, скажем так, около 20 лет у меня стаж, ну, плюс-минус. Вот, это моя любимая работа, которая мне дает силы, которая на сегодняшний день мне очень помогла. Потому что в первые дни, когда произошла ситуация военная, вот, война, все... И, конечно, о работе никто не думал. Но что самое главное, что у меня в режимном чемодане были ножницы и фен. Да, вот это вещи, которые меня, в принципе, в первые дни очень сильно спасли здесь, в Испании, потому что с ножницами и с феном я могла работать. Краску можно купить везде. Кисточки можно купить, ножницы нет. Твои любимые ножницы, которые я не знаю, почему я их взяла, я их положила. Вот это, может быть, чувство какое-то ножницы, которые нужно с собой взять. Скажите, вот сейчас мы снимаем в салоне. Это ваш салон или вы здесь работаете? Нет, это не мой салон. Это я здесь, скажем так, официально устроена. Меня устроили по контракту. Я очень благодарна ребятам, я познакомилась. Мне предложили хорошие условия в салоне. Мне очень нравится сама атмосфера в салоне, потому что ребята достаточно... Салон, ты же, недавно открылся, да? Да, с 14-го июля мы работаем. Ну, максимально, каждый, кто... В принципе, ребята, кто открылся, они тоже действующие мастера. Поэтому мы, как команда, сейчас пытаемся помочь нашим украинским девочкам, всем мамам, бабушкам. Помимо этого, еще здесь были раньше, мы жили... У нас родились и из Польши клиенты немножко, и из Швеции. То есть стараемся показывать аудиторию свою, скажем так, профессионализм. В описании под видео я оставлю ссылку на Инстаграм. Да, да. Кому нужны будут услуги, пожалуйста, парикмахера, колориста. У вас еще маникюр, да, здесь есть? Да, у нас есть тоже девочка из Харикова. В общем, я оставлю ссылку, вы можете написать и там уже дальше договоритесь. Да. Какие у вас планы на ближайшее время? Потому что не будем загадывать на берегу. Я планирую съездить обязательно в Киев, в Кариков, в родной город. Потому что у меня не закончены есть вопросы. Я все время поддерживаю контакт со своей работой. Я очень скучаю по своему экстейджу, по своему Хилтону, по своим проектам, которые были. Потому что это действительно... Мы ей благодарны за то, что они меня не оставляют. И первые дни войны, в принципе, да, вот когда было очень тяжело морально, поддерживали очень эмоционально в группах, да, что у меня семья. Вот. Поэтому на сегодняшний день, я не знаю, какие планы. На сегодняшний день у меня есть стабильность в том плане, что у меня есть работа. У меня есть работа, с которой я могу работать, зарабатывать деньги. Я могу давать, помимо того, что я работаю, я могу давать еще услугу, которые нуждаются наши девушки, которые здесь оказались. Ну, и не только которые здесь, но оказались еще люди. Вот. Поэтому в данный момент я пока здесь. В Украину вы стараетесь возвращаться? Да, у меня там дом. То есть вы пока месяц на время военных действий, а потом... Я здесь во время военных действий, в принципе, это одно из самых главных. Почему? Да, мы здесь, и здесь со мной дочка и у нас. Ну, как бы я за них тоже несу ответственность. Подскажите, вот как ваша дочка, ну, как вот они, и дочка работает. Конечно. В школу вы пробовали уже? Пока нет. Мы, дочка и внука, они не думали, что это все закончится очень быстро, и никто не ходил ни в школу, ни работаю, и на сегодняшний день, пока вот, мы думаем, до лета, а там посмотрим. Потому что вот на их подписчиков очень интересует школа. Какие школы из Испании? Есть школы английские платные, есть испанские, в принципе, туда, когда вы будете жить там, в том районе вы будете ходить в школу. Поэтому мы еще не рассматривали, ну, посмотрим, пока не знаю. Категорически как-то вот настроены не очень. Мы онлайн занимались, закончили второй класс, но он закончил. Дочка занимается английским тоже утоленно, потому что какие-то ее там рабочие моменты, она модель, и, конечно, она скучает за своей работой, но буквально недавно она отснялась тоже в рекламном ролике, тоже с таким удовольствием ездила в мобилью. Как это стоило, когда ты работаешь в своем любимом делу? И, опять же таки, это наши предпочтальники, наши ребята, которые тоже оказались в такой ситуации и тоже открыли салон красоты только в другом месте, в спальне. Вот. Поэтому я не знаю, какие планы, как будет, не могу сказать. Спасибо вам большое за интервью. Еще раз напоминаю, что ссылочку я оставлю обязательно. Кому надо, пожалуйста, обращайтесь, а вам всего хорошего. Большое большое. Спасибо вам. Спасибо.